Здравствуй, Иркутск! Сегодня в международном информационном выпуске «Середина земли» смотрите. В Забайкальской краевой библиотеке имени Пушкина начались дни еврейской культуры. Подробнее об этом в «Середине земли». Продукты вместо денег. Почему для доноров отменили материальное вознаграждение и как к этому отнеслись в Бурятии? Расскажем в программе «Середина земли». В преддверии праздника Цаганцар в целях профилактики снижения нагрузки на уличное движение и чрезмерного скопления народа столичная мэрия вынесла спецпостановление. Дети мерзнут. Сообщения о холоде в школах то и дело появлялись в СМИ за последнюю неделю. Так ученикам двух школ поселка КСК приходилось заниматься в промерзших классах. Администрации и родители били тревогу, обращаясь в том числе и в нашу телекомпанию. Только страстью улеглись, как на сайт Альтеса вновь пришло письмо. На этот раз от жителей села Засобка. Там в местной школе из-за холода отменили занятия. Не успели 285 учащихся Засобкинской школы выйти на учебу после каникул, как уже через несколько дней занятия прекратились. Причина – в школе стало холодно. Температура в классах не поднималась выше 15 градусов, а в некоторых кабинетах и вовсе было плюс 11. С 16 января занятия приостановили. Дети начали учиться дистанционно. С этой проблемой мы обращались в администрацию муниципального района Читинский район, мы обращались в управление образования, в комитет ЖКХ и обращались в сельскую администрацию. К нам были отправлены комиссии, были приняты экстренные меры, начались ремонтные работы. Как нам рассказали, холодно в школе было всегда, особенно в такие морозные зимы, как нынешние. Ежегодно в сентябре здесь промывали систему отопления, меняли батареи и даже перенесли разводки с крыши вовнутрь. Закупили и обогреватели. Помогло, но слабо. Позже выяснилось, все дело в неправильно смонтированной системе отопления при строительстве здания. А ему, к слову, в будущем году 50 лет. Во всех 12 кабинетах неправильно смонтирована система отопления. Она пришла, по одному либру прошла и сразу ушла в обратку. То есть она через всю батарею не проходит. Накануне начались работы по устранению проблемы. Сейчас перемонтируют систему, на каждую батарею устанавливают краны. Затраты на реконструкцию взяла на себя администрация Читинского района. И, как нас заверили в школе, уроки здесь начнутся уже в четверг. Юлия Тимошенко, Сергей Рычков. Время новостей. Старинную рукописную Тору представят общественности 26 января на закрытии Дней еврейской культуры в Краевой Забайкальской универсальной библиотеке имени Пушкина. Книжный памятник был передан в библиотеку в 1960 году и стал жемчужиной ее фонда. Каллиграфически исполненная рукопись Торы была создана в 1896 году в Нерчинске по случаю коронования последних российских монархов Николая II и императрицы Александры Федоровны. Священное для евреев пятикнижье Моисеева в исполнении Нерчинского мастера представляет собой пергаментный свиток более 20 метров в длину и полметра в ширину. Этот свиток пережил очень многое. В годы советской власти все, что связано было с религией, однозначно не воспринималось. Поэтому свиток этот находился в архивах в городе Нерчинске. Можно сказать, о нем совсем все забыли. В 60-х годах XX века сотрудник администрации по делам религии в городе Нерчинске нашел этот пергаментный свиток. Поскольку тогда было непонятно, что это за свиток, что на нем написано, его привезли сюда, в город Читу, и передали фонду Пушкинской библиотеки. Рукописная Тора была передана в хорошем состоянии. В библиотеке она хранится в особых условиях, как и другие книжные раритеты. В результате исследований стало известно имя мастера – Мардыхай Ривкин. Дальше в изучении старинного документа в библиотеке пока не продвинулись. Здесь нет специалиста по древнееврейскому языку, так что свиток еще ожидает своего исследователя. На книжной выставке, посвященной еврейской культуре, и более современные, но не менее интересные издания. О религии, народа, об истории и современности Израиля, классика еврейской литературы и периодические журналы. В том числе и книги, созданные в Чите, в которых можно узнать об истории забайкальской еврейской общины. Сегодня она насчитывает около 500 человек. Екатерина Станиславская, Сергей Миртов. Время новостей. На этом наша часть выпуска завершена. Я с вами прощаюсь и передаю слово нашим коллегам из Бурятии. На связи со мной Булат Цединишеев. Здравствуйте, Булат. Спасибо, Марина. Продолжаем эстафету новостей в эфире телеканала АЭСТ. Доноров лишат денежных компенсаций. За сдачу крови их будут поощрять только продуктами. Такие правила диктует новый федеральный закон, который на днях вступил в силу. Между тем, врачи обеспокоены нововведением. Многие тяжелобольные могут оказаться на грани жизни и смерти. Медики уверены, что население не перестроится и не начнет сдавать кровь, так сказать, за идею, пишет московский комсомолец. А что думают об этом врачи и доноры Бурятии, узнала Кира Белькова. Бурятия рискует потерять около четверти доноров. Это видно из анкет, которые заполняют приходящие на станцию приливания крови. 85% указывают, что помогают нуждающимся из альтруистических соображений. Вознаграждение им не нужно. А вот оставшиеся 15% заинтересованы в материальном поощрении. Теперь медики смогут предложить им только продукты. Мы будем выдавать сухим пайком. Там содержится достаточное количество рациона питания для восстановления организма. Значит, там белки в достаточном количестве, углеводы в достаточном количестве, жиры. Там, например, банка тушенки, сахар, фрукты в виде компота. Что в сухом пайке? Вода. Стоимость такой корзины 250-300 рублей. Набор продуктов одинаков для всех регионов. По данным портала ядонор.ру, в него входит также икра. Возможность получить материальное вознаграждение за донорство все же есть. Все деньги выдадут, если вы проходите процедуру в отдаленных населенных пунктах или же являетесь обладателем редкой группы крови или резус-фактора. Материальное поощрение также предусмотрено при экстренной сдаче крови. Однако получить звание почетного донора теперь смогут только те, кто не берет плату за свои услуги. Бато Дашинар Буева это условие не пугает. Помощь должна быть безвозмездной, высказывается молодой человек, вспоминая плакат, побудивший его сдать кровь в первый раз. Это было по студенчеству, на курсе втором, наверное. В фойе там был плакат, донор, там все такое, доброта, помощь. Вот мы с одногруппниками решили сходить, а вот с тех пор и хожу. Я также буду приходить и сдавать. Это минимальное, что я могу сделать. Деньги не важны. Это мое выражение доброты. Нетрудно догадаться, что среди анкет альтруистов и бланк заполненный батом. Таких окон в Бурятии большинство, подчеркивают медики. А это значит, что у республики и есть надежда сохранить банк крови и жизни пациентов. Кира Пелькова, Сергей Устинов, Новости дня. Национальная библиотека Бурятии начала работу по внедрению радиочастотных RFID-меток. Название сложно и малопонятно, но библиотекари говорят, что новая система улучшит их работу в разы. Легче будет вести прием и выдачу книг, ведение учета библиотечного фонда и многое другое. Какой будет главная библиотека Бурятии в будущем, этим вопросом задалась Мария Шалковская. Радиочастотная метка – это не термин из курса по физике, а всего лишь наклейка на книге. Но каждый из таких наклеек имеет свой уникальный код, который при обработке издания попадает в электронный каталог библиотеки. Такая своеобразная инвентаризация и является первым шагом к внедрению новых технологий в работе библиотеки. Остается ввести в оборот и другие умные приспособления и приборы. Для комплексной работы всей системы необходимо внедрение электронного читательского билета. Электронный читательский билет имеет широкий спектр возможностей, в частности, самостоятельно получить книгу в библиотеке и точно так же самостоятельно вернуть ее назад при помощи специальных терминалов. Так, в ближайшем будущем читальный зал главной библиотеки республики начнет работу в режиме открытого доступа, где, к слову сказать, будут размещены самые новые книги по естественным и гуманитарным наукам, технике, производству и экономике. А этот чудо-прибор, похожий на первый взгляд на профессиональную аппаратуру героя фильма «Охотники за привидениями», на самом деле является станцией для инвентаризации. С ее помощью будет производиться учет фондов хранения. Раньше сверка данных каталога с фактическим местонахождением книги производилась вручную. Теперь же для этого достаточно лишь провести сканером вдоль полок стеллажа. Мария Шалковская, Вячеслав Батуев, Новости дня. О событиях в Бурятии к этому часу вся информация. Далее слово коллегам из Улан-Батора. Спасибо, Булат. На связи телекомпания АЭС Монголия. Сэмбэцхану. Приветствуем жителей Приангария. Сейчас о самых заметных новостях столицы вам расскажут корреспонденты программы НЭЦАКТ и ЯПРУВДОШИДОНЫНЯ. Предпраздничный ажиотаж накануне Цагансар. Жители и гости столицы торопятся закупить продукты и подарки. Как следствие, переполненные торговые центры, большие скопления людей в торговых точках, возросшее количество машин на дорогах и дополнительные заторы. Чтобы праздничные хлопоты не проходили в такой суете и принесли большую радость, и мэрия Улан-Батора приняла ряд профилактических мер. Наш корреспондент готов подробно рассказать о том, что предлагается сделать для большего порядка. В праздничные и предпраздничные дни самыми людными местами становятся крупные торговые центры и площади рядом с ними. Чтобы обеспечить безопасность и создать больше комфорта горожанам, столичная мэрия приняла ряд профилактических мер. Так, возле больших рынков открыли новые переходы через дорогу. Упорядочили движение транспорта и сделали автостоянки. Кроме этого, ввели дополнительные ограничения по последней цифре госзнака. Теперь автомобили с четной цифрой на конце номерного знака в ближайшие две субботы с 10 утра до 20 часов вечера не будут участвовать в движении. А машины с нечетной цифрой в аналогичное время в ближайшие два воскресенья. Кроме этого, в выходные дни возле торговых центров будет изменено движение дорожного потока. Эти меры будут действовать только в предпраздничные дни. В праздничные же дни будет организован дополнительный общественный транспорт. Экспресс-автобусы, выделенные управлением столичного транспорта, отправятся по 12 маршрутам. Как обещает руководство автокомпании, пассажиры не опоздают. Все автобусы будут ехать по специально отведенной полосе. Кроме этого, будет открыта дополнительная стоянка такси. Так как в праздничные дни не будет ограничения движения автомобиля по номерным знакам, то автодорожная полиция выйдет на смену в полном составе. Халион Адганбат, Аист Монголия. В центре спортивной подготовки состоялся чемпионат Монголии по джиу-джитсу. По мнению спортсменов, этот вид борьбы формирует стойкий мужественный характер, гибкость тела и мысли. Оценить эти качества и, конечно, волю к победе постаралась наша корреспондент Светлана Шантагарова с места событий. В центре спортивной подготовки стартовал чемпионат Монголии по джиу-джитсу. На татаме не только мужчины, но и женщины. Бойцы джиу-джитсу со всей страны приехали показать свои навыки в схватках. Эту дисциплину в Монголии начали развивать совсем недавно, но уже появились первые серьезные успехи. По уровню мастерства спортсмены показывают хорошие результаты. В спортивной копилке Монголии бронзовая медаль на чемпионате мира и две золотых чемпионатов Азии. В этом году в соревнованиях принимают участие 120 спортсменов. У мужчин состязание разбито на пять весовых категорий, у женщин на три. Джиу-джитсу относят к наиболее древним видам японской борьбы. Если переводить дословно с японского, это означает искусство мягкости. Ведь основным принципом джиу-джитсу является мягкая, податливая техника движения. Чемпионат проводится по правилам бразильского джиу-джитсу. В 90% схваток проходит положение лежа. Во многом джиу-джитсу очень похоже на дзюдо. Хорошие результаты, которые за последние 2-3 года показали спортсмены, говорят о том, что потенциал Монголии в джиу-джитсу определенно высок. По словам организаторов, главное это стимулирование и активная поддержка интереса молодых спортсменов к одному из древнейших видов спорта в Азии. Развитию джиу-джитсу способствуют не только монгольские, но и международные организации. О чем говорит приезд тренера Американской академии джиу-джитсу в Монголию. Сегодня чемпионат по джиу-джитсу проходит очень активно. Монгольские спортсмены хорошо подготовлены и радуют не только своих тренеров, но и происшедших зрителей. Победители нынешнего состязания будут защищать честь Монголии на чемпионате мира в Америке и чемпионате Азии в Японии. Светлана Шантагарова от Гонбат Айс Монголия. Спасибо за внимание. На этом наша часть выпуска завершена. До встречи в середине земли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова